Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня мы рассмотрим красивую партию четвертого чемпиона мира Александра Олехина, сыгранную на турнире в Маргете в 1938 году белыми фигурами против Эра Бёка. Белыми играл Олехин и пошел вперед ферзевая пешка. Черный отвечает продолжением D5, белый применяет ферзевый гамбит. И черный принимает пожертвованную пешку, сдаю центр, но в дальнейшем планирует подрыв этого центра ходом C5. В свою очередь белый развивает коня, черный делает то же самое. Олехин открывает диагональ для развития белопольника и хочет отыграть пехотинца ходом слон C4. Не вполне выгодно цепляться за лишний материал ходом B5, поскольку белый начинает подрывные мероприятия на ферзевом фланге. И так или иначе отыгрывает пешку, а также получает возможность игры против слабых пешек соперника. То есть взятием на поле B5 белый могут выписать шаг, затем отыграть пехотинца и в позиции черных возникает изолированная пешка на поле А7. Также белый владеет центром. Ввиду этого Бек просто развивает свой королевский фланг, открывает дорогу для слона, готовит рокировку и плановый подрыв C5. Белый забирает пешку, готовит рокировку, черный подрывает центра продолжением C5. Белый обеспечивает безопасность королю. Бек создает давление на центральную пешку D4. Александр переводит ферзя на Е2, освобождая поле D1 для своей ладьи. Если черный меняется на D4, то белый предварительно создает связку по линии D, затем отыгрывает пехотинца, получает изолированную пешку и возможность атаки на короля. Черный пока что поддерживает напряжение в центре доски и хотят создать расширенное фианкета для своего белопольного слона, который в данный момент ограничен пешкой Е6. Белый продолжает развиваться, черный нападает на слона и после отступления этого слона предпринимает фланговую диверсию B4, атакуя еще и коня на поле C3. Проблема данной вылазки заключается в том, что черные серьезно отстают в развитии. Их король находится в центре доски и необходимо было подумать о развитии своих фигур. То есть вместо продолжения B4 сыграть, скажем, слон B7, дальше слон Е7 и сделать рокировку в короткую сторону. Ну а после хода в партии B4, поскольку вражеский король находится в центре доски, Александр Олехин вскрывает этот центр прорывом D5. В результате белый контратакует коня, меняться на D5 не вполне выгодно, поскольку белый вскрывает линию D, создает рентген против ферзя, затем ходом Е4 отыгрывает фигуру и получает атаку на централизованного вражеского монарха. Поэтому Бек уводит коня на поле А5, но как известно, конь на краю позор на голову твою, о чем писал в свое время еще Зигберт Тараш. Олехин выписывает шаг, черный защищается от шага, теперь белый пробивает на поле Е6. Брать слоном нельзя из-за связки, черные вынуждены брать именно пехотинцам. Итак, после взятия на поле Е6 у черных образуются дополнительные слабости. Слабость пешки Е6, слабость пункта Ф7. И в этот момент чемпион мира жертвует коня на поле С3, создавая связку по вертикали D. Черный жадно забирает фигуру на поле С3, белый жертвует качество ходом ладья D7. И после взятия на поле D7 конем возникает смертельная связка по диагонали. Теперь Александр активизирует своего коня, вскрывая диагональ для собственного ферзя, а также создавая угрозу удара на поле D7. Черный защищается ладьей, белый забирает на поле С3. Но единственным шансом защитить эту позицию был ход слон D6. Так, после шага с поля А6 можно закрыться пешкой. Белый, конечно же, пробьет на поле G6. Черным придется здесь отдать назад ладью, но у них пока что лишняя фигура. Белый продолжает атаку ходом Е4, вскрывая диагональ чернопольному слону с идеей использовать связку по горизонтали. Черный могут пойти ферзь Е7 и, в принципе, здесь они еще как-то сопротивляются. Но вот Бек решил защититься от угрозы шага с поля А5 продолжением король Е7. Но теперь белый вскрывает диагональ слону, угрожает размен на поле D7 с последующим ходом слон G5 и выигрышем ферзя. Черный закрывается конем, белый связывает этого коня и угрожает пойти ферзь H5, внедряясь на слабый пункт F7. Черный отвечает контратакующим ходом ферзь C7, нападая на белого коня. Белый играет слону F4 и теперь угрожает прыжок коня на поле G6 с выигрышем ферзя, поэтому черный уводит своего ферзя в сторону. Олегин переводит ладью на поле D1 для того, чтобы связать коня и затем внедриться какой-то из фигур на поле D7. Черные решили все-таки закончить развитие королевского фланга и пойти G6. Но теперь белый связывает коня, черные пошли слон G7, освобождают линию для того, чтобы ввести в бой последнюю фигуру. Но следует прыжок коня на поле D7 с нападением и на ферзя, и на коня расположенного на поле F6. Также угрожает тычок Е5, используя связку по диагонали. Черные решили отдать назад качество. Белый забирает теперь ладью на поле D7. Конем брать нельзя из-за связки, король вынужден отступать. Но после размена на поле F6 и продолжения Е5, Эрабек признал себя побежденным. Поскольку на отступление слона, белый выписывает шаг и следующим ходом объявляет мат черному королю. Но в том случае, если черный попытается объявить предсмертный шаг, то белый просто закрывается ладьей с темпом контратакуя ферзя. И после ухода ферзя отыгрывает фигуру, продолжая решающую атаку на вражеского короля. Итак, основной причиной поражения черных в данной партии стало нарушение классического принципа обеспечения безопасности короля. Этот король застрял в центре и попал под сокрушительную атаку. Ну а если вам понравилось это видео, подписываемся на обновление канала, бьем в колокол, ставим лайки, пишем комментарии, делимся роликом в социальных сетях, потому что шахматы это круто!